Я так подумал, а вот если бы продолжалось там как-то что-то вот такое, вот продолжал Виктор Сухоруков выпивать. Пить. Пить. Пить, слово хорошее. Пить, ну да, выпивать. Как это ущербное, да. Пить. И никто не заметил. Выпил, и никто не заметил. Выпил, так выпил. Давай на эту тему поговорим. Давай, я сейчас, я знаю, что я могу, хочу сказать, и могу сказать, и сказал бы. Меня приглашали на всякие шоу по борьбе с пьянством, коколизмом, и на тему, как от этого спасаться. Много было предложений, но, друзья, все, что я скажу, это чисто индивидуальный рецепт. Это только мой личный сухоруковский подход, и он не годится никому другому. Ни родным, ни близким, ни дальним, никому. Я настолько устал и от физической боли, и психической боли. То есть психической, когда ты боишься света, ты боишься движения людей. Ты боишься долгов, ты боишься нищеты, ты боишься одиночества, ты боишься всего, что вокруг тебя движется. То есть ты боишься жизни, как это страшно, это чисто психически, если физически, это, конечно, и рвет там, и прочие-прочие гадости. Человек воняет, он просто воняет пьяный. И ему с трензвом иногда неловко об этом говорить. Любопытство. Я вот первый раз, наверное, скажу. Я раньше говорил «желание жить». Я, наверное, скажу все-таки любопытство слова. Потому что вот я так живу, а по-другому могу я жить? А другая жизнь есть? А другой мир может открыться передо мной? И вот вместе с этим рядом был внутренний голос, не белый горячка, но был диалог. Может быть, это и был мой диалог, мною придуманный. Я себе задавал вопросы и сам себе отвечал. Но он был настолько мудрый и логичный, этот диалог, когда один говорит мне «устал», а я отвечаю «устал». Что делать будем? Я говорю «я не знаю». Хочешь по-другому? Очень хочу. Ну ложись спать. Утро вечера мудренее. Вот почему я считаю эту поговорку великой. Утро вечера мудренее. Утром все смотрится и слышится с вечера по-другому. И в результате я так и сделал. Я проснулся и начал наводить порядок в доме. Не в себе, а пока в доме, в окружающем себя пространстве. И в этот же мгновение, в этот момент, конечно, это не было все в секунду, а это был какой-то, видимо, процесс. Вдруг голос сказал «ну что, пойдем попробуем по-другому, без нее». Но имей в виду, вот теперь страшную вещь скажу, лучше не будет. Друзей не прибавится. Многого чего ты лишишься, изменив жизнь с пьяной на трезвую. Но лучше не будет. Легше не станет. Согласен? Я говорю «да». Добрый день, друзья. Здравствуйте, подписчики канала ТВ Маэстро. Здравствуйте, дорогие мои гости канала. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарии от трех слов, кому интересен данный канал. Кто не знает, чем занимается наша организация, задавайте вопросы, мы будем стараться отвечать. Каждый день проходят прямые эфиры. Заходите после 18.00 по Москве. Нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе происходящего на канале. Поехали. Всем добрый вечер, ребята. Вот убитие болезни. Вот братка сегодня зашел, Женя. Благодаря вам. Тот, кто мог по чуть-чуть, по возможности, чтобы помог. Вот он зашел, купил то, что я просил. А так от души, ребята. Держали, держите всегда. Всегда держите. А вот еще не ел. Сок там. Куридерили, ели. Сок молоко. Сок хавали. Пили молоко. Угоряли там, открыли там. Сидели там. Я за охраной пришел. Я убежал. А так базар нет. Ребята. Подписываются пацаном. Всегда лайк. Против сестру скажи. Так что всегда помогайте. Ну что с сестрой разговаривал? А, с сестрой разговаривал. С сестрой пришла. Да вот. Сейчас подогреем. Посидим, покушаем. Подоговариваем. Хорошо, в середине ночи он заходит ко мне. Разговаривали на МАШ-тизу. Метер на МАШ-тизу. Так что ребята. Фотосессия что ли, ребят? Ну да, да. А, вон она у меня на плейку. На какой там? Вон, где? Ты говори по-русски. Саламу алейкум. Саламу алейкум. Саламу алейкум. Как твои делишки, братка? Когда ты доедешь? Помню, в прошлый раз как бы стояли там и уехали. На метро были. Еле-еле доехали. Расскажи о себе. Как ты себя чувствуешь? Силка. Днем-то как-то отвлекаю. Друзья, ну и как обещал, короткое видео от Аслана. Несколько кусочков мне прислали из больницы. Виктор, с которым мы на связи. Значит, он пояснил следующее. Что сестра Юльзат, возможно, не получится у нее приехать на следующей неделе в автоник в среду. Поэтому мы будем собирать команду сами. Кто поедет, значит, к Аслану. Друзья, у кого есть свободное время, у кого есть QR-код, кто может зайти в больницу. Я сейчас обращаюсь к подписчикам, которые часто приезжают к нам на Савеловскую. И которые могут поехать в больницу, выделить для этого один день. Для разведки всей информации. Пожалуйста, отзовитесь. И также для тех людей, кому не безразличен данный человек. Пожалуйста, тоже отзовитесь. У кого есть возможность перечислить какие-то средства. Значит, ему нужны пеленки, памперсы. У нас, кстати, осталась пачка памперсов у Аслана. Я просто не знаю, какой там у этого убычи. Я просто не знаю, какой там размер. Ему нужна двоечка. Вот. Значит, сейчас что-то еще вспомню. Бл***, днем как отвлекаю. С утра стою, блядь. А мне ночью, блядь, ебасит этого, блядь. Таблетки там и так далее. И ты понял насчет чего. Ебасит, короче, блядь. С утра стоишь, блядь, вот так есть камера, блядь. Друзья, отвлекли меня, извините. Значит, что по осламу я скажу. Значит, мы собираем две сумки. Нам так посоветовал сделать вот этот Виктор, который там лежит. Значит, в одну мы собираем вещи, сигареты, памперсы и все прочее. Телефон. Вот. И передаем Виктору. Виктор спустится. А продукты мы передаем через медработников. Которые дойдут до ослана. Потому что вещи, он говорит, могут уйти. Это вот один момент. Значит, диагноз. Самый главный, ребят, диагноз. Турбович. И открытая форма туберкулета. У ослана. Все. Ну и смотрите, как он выглядит. Конечно, печально все. Но вроде Виктор говорит, что он хорошо в последнее время пришел в себя. Заметно пришел в себя. Так скажем. Было хуже гораздо. Две-три недели назад. Все. Смотрите видео, друзья. Лайки, комментарии. По поводу отношения вашего к данным персонажам. Неоднозначное. Но все же пишите. Подписывайтесь на канал. Будем общаться. Ну и сейчас вот Гюльзат мне прислала какое-то сообщение. Сейчас прочитаю. Что она говорит. Поехали. Всем добрый вечер, ребята. Вот убитие болезни. Вот братка сегодня зашел же меня. Благодаря вам. Тот, кто мог. По чуть-чуть. По возможности, чтобы помог. Вот он зашел. Купил то, что я просил. Атакать души, ребята. Дрелите. Всегда. Всегда. Дрелите. Я вот еще не ел. Сок там. Куриды велье. Сок. Молоко. Сок хавали. Пили молоко. Угорели там. Открыли там. Сидели там. Я за охраной пришел. Я убежал. Блин. Занимал. А так базар нет. Ребята. Подписывайтесь. Пацаном. Всегда лайк. Про сестру скажи. Так что вы всегда помогаете. Ну что с сестрой разговаривал? А, с сестрой разговаривал. С сестрой пришла. Да вот. Сейчас подогреем. Посидим, покушаем. Подоговариваем. Хорошо. В середине ночи он заходит ко мне. Разговаривали. Вообще. Ветер, да. Так что вы ребята. Фотосессия что ли ребят? Ну да, да. А, вон она у меня на фейте. На какой там? Вон, вон, вон. Глянь, глянь. Ты говори по русски.